Всем привет! Сегодня я начинаю новый набор. Да, мне захотелось начать вот этот дворцовый мост от фирмы Овен по мотивам иллюстрации Анны Соколовой. Размер этого наборчика 28 на 18 сантиметров. Здесь 16 аида входит в набор. Но давайте посмотрим все подробненько. Запечатан он практически намертво. Кое-как удалось мне его освободить. Покажу вам еще раз то, что у меня должно будет получиться. Такой вот акварельный мост. Мне кажется очень красивый, яркий, позитивный и при этом городской пейзаж, как я и люблю. И сразу же мы здесь видим нитки. Естественно, таких же красивых, ярких оттенков. Так, сделаем. Вот такие ниточки входят в набор. Действительно, очень красивые, позитивные, яркие цвета. Мне они очень нравятся. Люблю такими вышивать. Обычно ими, когда вышиваешь, настроение поднимается. То есть такая настоящая цветотерапия получается. Органайзер обычный, картонный. Ниточки располагаются на нем с двух сторон. И они закреплены вот таким образом. То есть целым моточком они тут закреплены. Их нужно будет развязать там и как-то, может быть, даже разрезать и перевязать. Посмотрим. Сейчас. Так. Здесь получается 24 цвета. Ну так. Не так, чтобы уж очень много, но и немало. Нитки здесь производства ПНК имени Кирова, по-моему. Да? Если я не ошибаюсь. Да, именно так. Ну что ж, нитки меня уже радуют. Далее здесь канва. Канва в данном случае, не знаю, какого производства. На обложке не указано. Но я не знаю. Вот все как-то ругают там старую канву, да, у фирмы Овен. Но мне кажется, вполне такая нормальная канва. На ней, в общем-то, вполне можно вышивать. Единственный момент, что я все-таки хочу поменять эту канву на равномерку. Просто по той причине, что очень много незашитого пространства. И я предпочитаю, когда с таким количеством незашитого пространства все-таки у меня вышивка на равномерке. Либо не. Поэтому, скорее всего, я возьму что-то из таких тканей. Иголочка здесь вот есть в канве. Хотя, в принципе, канва очень неплохая. Я ее оставлю. Возможно, она мне пригодится где-нибудь ровненько, отрезанная. Прям, я бы сказала, даже идеально она именно отрезана. Без всякого перекоса. То есть, если вы ничего против канвы не имеете, мне кажется, можно вышивать на ней легко. И у нее достаточно такая плотность, ну, приятная. То есть, она не слишком жесткая. И не рыхлая. Ну, вот как видите, я вот так держу. Она у меня не падает. То есть, она жесткость некую имеет. Но при этом не чересчур жесткая. То есть, она будет нормально запяливаться куда-то. Пялиться. Так что вот. Но все-таки я ее поменяю. И вот такая схема. Схема цвета символная. Здесь меня ждет много интересного. Потому что здесь некоторыми цветами вышиваются. И, допустим, вот вижу, что цвет под номером 3. Это вот такой вот ярко-ярко-желтый цвет. Им вышиваются крест в две нити, крест в одну нить, полукрест в две нити, полукрест в одну нить. То есть, вот, некоторыми цветами разнообразие может быть настолько большим. Где-то какими-то цветами поменьше. Например, вот, девятым крест в две нити, полукрест в одну нить. Десятом наоборот. Крест в одну нить, полукрест в две нити. Ну, то есть, здесь нужно быть очень внимательным. Во сколько нити и крест или полукрест вышивается. Также здесь есть еще бленды. По одной ниточке каждого цвета берется. И блендами также вышивается крест. Вот, в основном крест. И вот один полукрест тоже вышивается блендочкой. Так, схема расположена на двух листах формата А3. То есть, такие достаточно большие листы. Вообще, мне кажется, схема удобная. Я, честно говоря, ожидала тут большего какого-то перемешивания, шахматки, какой-то пестроты. Но, на самом деле, вот так, на первый взгляд, схема достаточно простая. Я не помню, она сложила. Так. Вот так должно быть. Есть, конечно, моменты. Вот в самих мостах, вот здесь, немножечко больше намешано всего. Но, как-то, мне кажется, это не критично. В общем, я жду, что у меня этот дизайн вышится достаточно быстро. Если я не ошиблась в подсчетах, то размерчик у меня получается 180 на 117 крестиков в данном случае. И, да, здесь достаточно много незашитого пространства в небе, особенно вот с этой стороны. То есть, вот эта вот часть не зашивается. Ну и вверху немножко, немножко внизу, потому что здесь неровные такие края у дизайна. И, соответственно, здесь тоже вот часть неба, она так же где-то выглядит. Также здесь есть бэкстич. По нему вот информация. Пять видов бэкстича. Пять цветов. И вышивается он как в одну, так и в две нити. То есть здесь по-разному. Есть еще французские узелки. Их, наверное, немного, но они есть. И вот в такой рамочке, в небольшой рекомендации по вышивке. Но здесь, в общем-то, такая минимальная информация. Плюс информация по стирке и так далее. Артикул у набора 1003, если кому-то интересно. Сейчас я пойду искать, что у меня есть на замену вот этой вот конвы. И, конечно, хорошо бы здесь было мурана. Потому что аида 16 каунта. И мурана здесь бы подошло идеально. Но я не уверена, что у меня есть белая мурана. А вот белый лен у меня есть. В общем, я пошла на поиски. А с вами увидимся через секундочку. Я вам покажу, что я все-таки выбрала, какую основу. И покажу вам уже первые крестики. Ну что ж, я немного повышевала. И, похоже, уже созрела. Для того, чтобы поделиться с вами первыми впечатлениями. Итак, дворцовый мост. Мое начало вышивки. Ну, в общем-то, не такое уж и совсем начало. Потому что вышивка довольно-таки приличненько уже. Если мы сравним с картинкой, то вы можете увидеть. Вот птичка как раз в центре, собственно, работы. И я постепенно... Начала я именно с нее, потому что она находилась непосредственно в центре. Центр работы как раз у нее вот где-то внизу крыла. И я вышила первоначально именно на эту птичку. Думала, что это чайка. Но говорят, что это баклан. Не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в птицах. Вот. И после того, как я вышила эту птицу, я решила спуститься все-таки вниз. Потому что мне привычнее вышивать снизу вверх. И поэтому я сначала вышила вот эту часть. Вышила вот эти лодочки. Правда, по ним я еще бы их стичь не делала. И потом постепенно сдвинулась в левый нижний угол. Полностью он у меня уже вышит. То есть он абсолютно готов. И начала двигаться, собственно, вверх. Ну и сейчас у меня, собственно, вышивается уже мост. То есть статичная часть уже практически вышита. Можно сказать. Вот это. И теперь я буду двигаться вверх. Дальше у меня появятся здания вот эти на фоне. И, собственно, буду вышивать вот эту часть моста. Что могу сказать на данный момент по процессу? Во-первых, я заменила основу. Как я говорила, я изначально планировала ее поменять. Потому что здесь довольно много незашитого пространства. И мне хотелось все-таки вышивать его на равномерке, этот сюжет. Но равномерки 16-го, то есть 32-го каунта белого цвета у меня дома не нашлось. И также не нашлось такой равномерки. Ну, собственно, Мурана я искала. Не нашлось в окрестных каких-то магазинах, где бы я могла ее так, ну, быстренько приобрести. А ждать я уже не хотела. Разумеется, мне хотелось начать уже вот прямо сейчас. Потому что я была готова к этому. Почему-то была уверена, что у меня что-то есть в запасах. Но в запасах у меня оказался лен Белфаст. И я решила, что в любом случае на нем будет не хуже. Поэтому взяла его. И я очень этому рада. Мне кажется, почему-то я изначально думала, что к этому сюжету больше подойдет именно равномерка. Но сейчас, когда смотрю, мне очень нравится, как это все смотрится на льне. Все-таки лен, он как-то по-другому придает другое настроение работе. Как-то по-другому преподносит, что ли, сюжет. Может быть более, ну, не знаю, утонченно, что ли. И я очень рада, что все-таки так сложились обстоятельства, что я вышиваю этот сюжет именно на льне. Вот так у меня получается. Поближе вам покажу вот эту часть, левый. Нижний угол. Я довольна тем, как вышивается работа. Довольна заменой основы. Не скажу, что я прям в большом восторге от ниток. Здесь ниточки ПНК имени Кирова. Я не особенно их люблю вообще в принципе. И в данном случае тоже небольшом я от них в восторге. У них есть, в общем-то, определенные достоинства. Они у меня особо не путаются. Ну, практически не путаются, скажем так. То есть ложатся достаточно хорошо. Но вот мне почему-то именно тактильно эти ниточки не очень нравятся. Они мягкие, но они какие-то не шелковистые, что ли. При этом они очень яркие. Смотрятся вышивки они хорошо. Но вот именно кайфа от вышивки ими я не испытываю. То есть есть нитки, которые мне нравятся гораздо больше. Хотя это не самые плохие нитки. И ничего прямо уж такого плохого я о них сказать не могу. Кроме того, что на ощупь мне они не очень нравятся. И еще здесь встречаются такие на нитках небольшие. Даже не то чтобы утолщение, а какие-то, знаете, махряшки. Какие-то хочется их снять с ниток, убрать. И вот периодически я это делаю, когда мне попадается. Ну, то есть вот они какие-то не такие приятные в работе, как бывают другие нитки. Но при этом, как я уже сказала, смотрятся они очень хорошо. И это самое главное. Потому что, в принципе, я не очень привередливый человек в плане ниток. Я могу вышивать, ну, почти что, наверное, любыми. Поэтому к этим ниткам приспособиться тоже, в общем-то, у меня труда не составило. Так что процесс идет. Вышивается очень неплохо. И вышивается с удовольствием. И достаточно легко, я бы сказала, вышивается. Несмотря на то, что схема, в общем-то, довольно пестренькая. Но, конечно, у меня сейчас было достаточно много полукреста. То есть вот в этой нижней части вода, она вышивается полукрестом. И это, естественно, придает некой скорости. Дальше вот уже пошло крестом. То есть сам, собственно, мост вышивается крестом. Хотя, вы знаете, все небо здесь вышивается полукрестом. Поэтому я думаю, что в целом работа будет не очень продолжительной. Мост вышивается крестом в ней нити. Вот здесь, насколько я понимаю, фоновые вот эти здания вышиваются крестом в одну нить. Ну, остальное будет полукрестом. То есть процесс идет легко. Сам ключ, ну, нормальный ключ как ключ. В принципе, меня все устраивает. Я его понимаю, я его вижу. И никаких затруднений, связанных с ключом, не испытываю. Схему я откопировала и вышиваю по копии, зачеркиваю. Ну, мне так, как всегда, привычнее, удобнее. Тут уже кусок обрезала схемы. И можно еще вот такую полоску тоже уже, в общем-то, обрезать. Как вы видите, с этой стороны мне осталось до середины буквально 20 с небольшим крестиков. То есть еще чуть-чуть, и я уже доберусь до середины, по вертикали, да, до середины доберусь. Ну, вот, пожалуй, и все, что я могу вам сказать на данный момент об этой работе. Бэкстич я, пожалуй, буду делать, ну, нет, не в самом конце работы, а когда, наверное, вот вышью вот эту часть. Я надеюсь, что у меня по высоте войдет работа полностью. Очень бы мне хотелось. И тогда уже я сразу на этой части сделаю бэкстич. И мне останется там уже немножко совсем, да. Да, потому что у меня на раме помещается вот где-то вот эта часть. Вот так примерно помещается. То есть, если я ее вышью, если она у меня полностью по высоте войдет, то у меня останется, ну, где-то, наверное, треть. Примерно так. Ну, что ж, очень надеюсь, что у меня эта работа вышьется быстро. Предпосылки к этому все есть. И, в общем-то, удовольствие от процесса я получаю. Меня тянет и хочется ее вышивать. Так что я надеюсь, что процесс будет действительно быстрым. И я надеюсь, что в отчете за месяц май, когда буду показывать свои процессы, я смогу вам показать уже еще что-нибудь новенькое, еще какое-нибудь продвижение достаточно значительное смогу вам продемонстрировать. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok